Все точно было не напрасно. Под любимые композиции в исполнении военного оркестра 147-я отдельная моторизированная автобаза Министерства обороны России отметила 80-летний юбилей. 12 июля 1944 года вышла директива о формировании автобазы для обслуживания автотранспортом генерального штаба. С этого и началась история 147-й автобазы. Такую формирование влияния с высококвалифицированными картами и современной проблемой. Генерал-полковник Николай Зазулин, можно сказать, стоял у истоков автобазы. Вспоминает, как выбирали место для нее и потом с трудом решали, казалось бы, несложные коммунальные проблемы. Но оно того стоило. Со временем автобаза стала образцовой. Сюда привозили командиров частей, даже приезжали командующие округов посмотреть, как должны располагаться личный состав, как медчасть, как здесь помывка, прачка, столовые. Сейчас за год техника автобазы проезжает 15 миллионов километров. Здесь ежегодно готовят к выполнению различных заданий 1900 водителей, не считая контрактников. Более сотни военнослужащих имеют боевой опыт. На праздновании юбилея автобазы даже автобусы пустились в пляс, исполнили вальс. Собрать и разобрать АК-47 может каждый новобранец. А вот проделать то же самое с УАЗом, да еще и отражая нападение противника в условиях ограниченного времени, по силам только профессионалам. И еще один подарок на юбилей – гимн. Его написали сотрудники КДЦ «Барвиха». Идея родилась год назад. Автор музыки Евгений Красножон рассказывает в этой композиции вся история 147-й автобазы. Необходимость возникла в связи с сложными ситуациями сегодня в стране и в мире. И молодежь, вот эти западные наши буржуи, как можно быстрее хотят расшатать. И чтобы вот этого не произошло, закладывается в текст вот тот самый фундамент, в принципе, который отображен. Там все сказано. А после праздника снова на службу. Личный состав автобазы верен традициям, которые заложили еще его предшественники. Решает боевые задачи, в том числе в зоне проведения спецоперации. Также профессионально и также любя свое отечество. Лада Дудко, Андрей Безуглов, телекомпания Одинцова.